привет всем вы на канале интересно от zsv для вас 4-дневный обзор событий в астрономии и космонавтики итак поехали дрон инжену эти недавно совершивший свой исторический полет является далеко не единственным технологическим демонстратором миссии марс 2020 на борту ровера perseverance также установлен экспериментальный прибор mars oxygen in city resource utilization experiment предназначенный для производства кислорода из марсианской атмосферы мокси получает кислород в ходе высокотемпературного процесса 800 градусов цельсия разбивающего углекислый газ на составляющие компоненты поэтому основной блок прибора изготовлен из термостойких материалов к ним относятся детали из никелевого сплава напечатанные на 3d принтере они нагревают и охлаждают газы проходящие через прибор а также легкий аэрогель который помогает удерживать тепло снаружи мокси покрыт тонким слоем золото что снижает уровень инфракрасного излучения и не позволяет ему повредить другие части ровера 20 апреля специалисты миссии впервые активировали инструмент после двухчасового прогрева он приступил к производству кислорода со скоростью около 6 грамм в час и в результате получил 5 целых и 4 десятых грамма газа этого количества хватило бы человеку для дыхания в течение 10 минут в целом же мокси способен вырабатывать до 10 грамм кислорода в час по словам инженеров они намерены провести еще как минимум девять активации мокси целью испытаний будет получение более детальной информации о работе прибора также ученых интересует каким образом внешние факторы такие как время суток и года могут повлиять на скорость производства кислорода успех испытаний мог си является важным шагом на пути к высадке людей на марс получаемый с помощью подобной технологии кислород можно будет использовать для дыхания а также в качестве компонента ракетного топлива представленный снимок был сделан в 2019 году с вершины чилийской горы серо-армазанес в ближайшие годы мы еще не раз услышим это название дело в том что именно она была выбрана в качестве места для размещения чрезвычайно большого телескопа европейской южной обсерватории элтеса элт станет самым большим наземным астрономическим инструментом ведущим исследования в оптическом диапазоне его центральным компонентом будет гигантский вращающийся купол высотой 74 метра диаметром 86 метров и массой 3400 тонн внутри него поместят 39 метровое главное зеркало состоящие из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов общей площадью 978 квадратных метров диаметр вторичного зеркала составит 4,2 метра третичного 3,75 метра благодаря этому обсерватория сможет собирать 15 раз больше света чем крупнейшие действующие оптические телескопы впрочем успеха будет зависеть не только от техники но и от расположения сера армазонез предоставляет одни из лучших условий наблюдений ночного неба на нашей планете что и демонстрирует представленное фото ослепительная лента млечного пути благодаря отсутствию светового загрязнения видна с поразительной четкостью массивные межзвездные полевые облака экранируют свет более далеких звезд что и объясняет его характерную пятнистую структуру что касается элт то на данный момент специалисты уже завершили отливку первых фрагментов его главного зеркала и приступили к закладке фундамента ожидается что обсерватория увидит свой первый свет в 2025 году в апреле 2019 года участники проекта телескоп горизонта событий event horizon телескоп от опубликовали первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры она находится в центре галактики м 87 расположенной на расстоянии 55 миллионов световых лет от млечного пути снимок был получен благодаря восьми радиотелескопом расположенным в разных уголках земного шара объединив их в единую сеть исследователи создали виртуальный аналог антенной решетки размером с нашу планету в наблюдениях черной дыры участвовали не только радиотелескопы но и множество других обсерваторий наземных и космических в период с марта по апрель 2017 года они изучили м 87 в разных диапазонах электромагнитного спектра во время наблюдений был собран такой значительный объем данных что лишь сейчас исследователи завершили их обработку и опубликовали предварительные результаты представленный коллаж демонстрирует как м 87 выглядит в различных волновых диапазонах мы можем увидеть ее изображение полученные космическими телескопами хаббл видимый свет и свифт ультрафиолет антенны массивом альма радиодиапазон а также орбитальными обсерваториями настр чендра рентгеновский диапазон и ферме гамма-излучения для лучшего понимания масштаба выполненной работы необходимо отметить что в изучении м 87 приняли участие 19 различных обсерваторий и 760 ученых и инженеров из 200 научных учреждений расположенных в 32 странах мира представленное изображение полученное космической обсерватории хаббл демонстрирует галактическое скопление обл-2813 мы видим множество ярких точек спирали и овалов все это далекие галактики многие из которых похожи на наш млечный путь на фото хаббл также можно увидеть несколько странных галактик имеющих серповидную форму но это лишь на первый взгляд в реальности с ними все в порядке мы наблюдаем оптическую иллюзию вызванную эффектом гравитационного линзирования гравитационная линза возникает когда какой-то массивный объект находится на линии соединяющие наблюдателя и более далекий фоновый источник излучения в результате его гравитация может усилить свет от этого фонового тела в данном случае в качестве линзы послужило скопление обл-2813 его гравитация усилила свет от более далеких галактик астрономы давно научились использовать гравитационные линзы в качестве природных телескопов этот феномен предоставляет уникальную возможность изучать настолько тусклые объекты что их не способны рассмотреть даже самые мощные земные обсерватории именно благодаря гравитационным линзам ученые смогли увидеть самые первые галактики образовавшиеся всего через 400 миллионов лет после большого взрыва благодаря очень большому телескопу с авиалти астрономы смогли получить прямое изображение из-за планеты которую назвали из 2 и она обращается вокруг молодой солнцеподобной звезды расположенной на расстоянии 360 световых лет от солнца светило сформировалась совсем недавно его возраст не превышает 14 миллионов лет из из 2 и представляет собой газовый гигант масса которого в шесть раз превышает юпитерианскую благодаря относительной молодости ее атмосфера все еще разогрета до больших температур и активно излучает в инфракрасном диапазоне это и делает возможным ее прямые наблюдения при помощи вилки по словам астрономов наиболее удивительным фактом является расстояние между исс 2b и родительской звездой она составляет 110 астрономических единиц что почти в четыре раза больше чем дистанция между солнцем и нептуном столь большое расстояние является вызовом для существующих моделей образования планет если из из 2 и изначально сформировалась на нынешней позиции то ученым трудно объяснить откуда на окраине протопланетного диска оказалось так много материала если планета возникла в результате гравитационной нестабильности в диске она наоборот недостаточно тяжелая существует вероятность что из из 2 и было выброшено на нынешнюю орбиту в результате взаимодействия с другой массивной планеты но пока что астрономам не удалось найти в этой системе такое тело институт космических исследований ран опубликовал интерактивную рентгеновскую карту всей небесной сферы она была составлена по результатам наблюдений выполненных рентгеновской обсерватории спектр rg карта доступна на сайте проекта хорошее угловое разрешение и высочайшая чувствительность телескопа позволили нанести на карту более миллиона компактных источников и десятки тысяч протяженных лишь самые яркие из них видны как точки рассмотреть остальные объекты не позволяет разрешение они попросту сливаются но и тех источников что мы видим более чем достаточно на карте изображено громадное количество квазаров ядер активных галактик рентгеновских пульсаров звезд млечного пути с коронами в тысячи раз более яркими чем у нашего солнца а также протяженные объекты в числе последних галактические скопления остатки вспышек сверхновых горячая межзвездная плазма и плазма в голову нашей галактики в плоскости млечного пути можно наблюдать зону сильного поглощения рентгеновских лучей холодным атомарным и молекулярным газом она окружена многочисленными яркими источниками рентгеновского излучения в основном это тесные двойные звездные системы один из компонентов которых представляет собой нейтронную звезду или черную дыру самом центре карты находится сверхмассивная черная дыра стрелеца с массой в 4 миллиона раз превосходящий солнечную самые интересные источники подписаны цвета позволяют судить о характерной энергии рентгеновских фотонов красный цвет обозначает фотоны с энергией от 0,3 до 0,6 кеф зеленый от 0,6 до 1 кеф синий от 1 до 2 целых и 3 десятых кеф эти три диапазона соответствуют температуре излучающего горячего вещества с 3 до 6 миллионов градусов красный 6 до 10 миллионов зеленый и 10 до 25 миллионов синий космическая обсерватория чендра впервые зарегистрировала рентгеновское излучение испускаемое ураном астрономы считают что эта находка поможет раскрыть некоторые тайны ледяного гиганта рентгеновское излучение несет информацию о многих свойствах небесных тел в том числе об их взаимодействии с солнечным ветром и процессах идущих в атмосфере и магнитосфере его зафиксировали от большинства планет солнечной системы комет плутона и о а вот наблюдения за ледяными гигантами ураном и нептуном долгое время не приводили к успеху но теперь это изменилось группа британских астрономов опубликовала результаты наблюдений за ураном выполненных рентгеновским телескопом чендра в 2002 и 2017 годах им удалось обнаружить вспышки соответствующие рентгеновскому излучению при этом его поток в 2002 был значительно сильнее исследователи связывают это обстоятельство с повышенной солнечной активностью в том году по мнению ученых основная часть рентгеновского излучения исходит от атмосферы и колец урана в случае с кольцами она образуется в результате столкновений заряженных частиц из радиационных поясов планеты с их частицами в случае с атмосферой излучения возникает в результате рассеяния рентгеновских лучей солнечного спектра свою роль также могут сыграть и полярное сияние точный механизм их образования на уране до сих пор остается загадкой для астрономов дело в том что ось вращения седьмой планеты почти параллельно плоскости ее орбиты а магнитные полюса смещены и не совпадают с географическими это делает полярные сияния урана необычайно сложными изменчивыми представленное изображение было сделано на высокогорном платочек натр расположенном в чилийской пустыне атакама на снимке запечатлен грандиозный небесный пейзаж окружающий маленькую фигурку фотографа европейской южной обсерватории с а фотограф стоит прямо под столбом зодиакального света это свечение возникает из за рассеяние солнечного излучения на микрочастицах космической пыли концентрирующихся вблизи эклиптики выше в небе находится ослепительная дуга млечного пути на снимок также попали некоторые из 12 метровых антенн атакамской большой миллиметровой субмиллиметровой антенной решетки alma это крупнейший астрономический прибор на земле он состоит из 66 антенн которые могут соединяться в различные конфигурации чтобы работать как единый телескоп в режиме интерферометра благодаря этому alma является наиболее мощным в мире инструментом для исследования вселенной в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне спектра комплекс может наблюдать процессы рождения новых звезд образование экзопланет а также далекие галактики спасибо за внимание до встречи через четыре дня